Мэр Уфы Ратмир Мавриев назначил начальником главного управления архитектурой и градостроительства города Руслана Хайронина. О самом чиновнике я ничего не могу сказать, но должность главного архитектура Уфы опустовалась с 21-го года. В принципе, назначение чиновника появления главного архитектура что-то решает в городе? Если мы знаем, что все вопросы по стройке ушли теперь в республику, и в республике теперь есть такая структура, как градостроительный совет, что-то не в главе с самим господином Хабировым. Да, вот тут пока они делили шкуру неубитого медведями ввиду должности главного архитектора, тут действительно сместились акценты. Ну, безусловно, конечно, фигура главного архитектора что-то значит, там никто не отменял генпланы и прочие вещи, да, там существует по уставу города, там есть определенные процедуры, которые осуществляются. Да как-то два года жили, ничего. Да, вот это более интересный вопрос. Как мы прожили два года без главного архитектора? Ну, как известно, главным архитектором у нас все-таки является дорогой Ради Фаритович, потому что он определяет. Время от времени еще и юноша Мавлеев тоже вскрикивает, что не допустим строительства высотки какой-нибудь, ну, которая ему не нравится, а зато он разрешает строить высотки, которые ему нравятся. То есть, архитекторов у нас навалом, правда, дипломов у них нет, но неважно, зато люди авторитетные. Так что, ну, что-то он будет решать, что-то не будет решать. И да, вы правы, значит, структура принятия решений в архитектурном, в градостроительном, значит, секторе в республике и в городе, она, конечно, сместилась туда, в Белый дом. Это одно из первых, что подобрал под себя Хабиров, понимая, что это очень ресурсная сфера, значит, он сразу же это дело прижал близко к сердцу и начал заниматься этим лично. То есть, так что, то есть, у нас не уж мгнет ни один застройщик мимо пристального внимания дорогого Ради Фаритовича. Ну, надо иметь в виду новость, что неделю назад мэрия объявила прием поправок в генплан, у нас генплан в очередной раз меняется, я помню, что генплан был утвержден всего уже год назад, за него заплатили какие-то безумные деньги, институт генпланирования Москвы, может быть, для этого понадобился главный архитектор? – Ну, может быть, да, может быть, там процедурно какие-то вещи невозможны без подписи главного архитектора, но тут надо отметить, что изменение в генплан любого крупного города – это абсолютно нормальное явление, потому что вот ежегодно… – А что за годы многое изменится? – Нет, ну, нет, год – это большой срок, то есть, есть там предложения, есть концепции, есть там какие-то новые проекты, то есть, вообще генплан – это такой достаточно живой организм, то есть, он постоянно меняется, что-то там принимается, что-то отменяется, что-то изменяется, то есть, и так далее. То есть, в этом ничего ненормального я не вижу, но то, что как бы механизмов у нас немного вот этих вот, и они очень непрозрачные, вот это всякие вот эти вот градостроительные советы, которые, ну, проходят при закрытых дверях и, по сути, превратились в какую-то там, значит, такую сходку и решение, там, раздел распил, занос там и прочее, да, то есть, ну, вот это вот настораживает, а генплан это такая штука формальная.